друзья я вас приветствую на этой стороне экрана сергей колобонга мы продолжаем изучать шарп это видео для начинающих разработчиков в этом видео которое уже урок номер 10 мы поговорим про списки коллекции и собственно массивы но уже в концепции такого понятика клинки у линкью это language integrated query это очень полезная штука на мой взгляд и желательно понимать как она работает потому что она сэкономит вам уйму времени ну и в общем мы посмотрим на некоторые примеры ее использования в общем начинаем переключаемся visual studio но перед тем как переключиться напомню что лучше конечно подписаться на канал чтобы не пропустить новое видео ну и вообще все поехали итак друзья для начала давайте я вам расскажу что у меня есть у меня есть консольное приложение я взял для демонстрации потому что нам их для цены простой вариант показать что я хочу показать вот у меня есть список из строковое значение вот они все перед вами и я все равно чтобы не мешались у меня стримбилдер я помню что наверное на предыдущем уроке я просил вас узнать что это такое надеюсь вы узнали но если не узнали это ваши проблемы короче поехали дальше ну и собственно говоря у меня есть список строковых значений которые я через for each то есть пробегая по каждому элементу этого списка собираю это все в стримбилдер через вот такую конструкцию append и потом вот эту всю конструкцию в консольном приложении давайте покажу когда работает мы запускаем мы смотрим и видим тут магию языка я собственно говоря вот эта строчка хороший день чтобы начать программировать некий шар так здесь кажется два пробела давайте проверим мог ли я ошибиться хороший день чтобы начать программировать на языке сша нет походу нету ну ладно бог не неважно поехали дальше давайте попробуем узнать что с этим можно сделать или давайте каким образом можно сложить еще все строки в этом списке то есть сейчас это у меня пачка допустим если не складывать их просто вывести в консольное приложение давайте я вот прям вот так вот это сделаю и скажу чтобы у меня прям в консольное приложение каждым этом вывелся в новую линию и ой это первый вариант смотрите у меня каждая строчка каждое слово каждый пробел в новой строчке я могу сделать в write line ой смысле в write просто без лайны у меня все это сложится вот в одну строчку как вы видите это тоже как вариант ну и каким образом можно это все сложить в одну перемену то есть когда я вывожу все вот такую конструкцию это не значит что мне список собрался в одну строку давайте попробуем сделать еще несколькими способами например ну давайте вот это вот все уберу и мы сейчас скажем чтобы лист of string давайте тогда вот так покажу смотрите war string давайте вот так вот я сделаю такую конструкцию join и я хочу заджойнить как раз что я хочу заджойнить все элементы строки через сепаратор ну пусть он будет пустой пускай пробел я не буду ставить просто пробелы уже есть и теперь снова в консольном приложении сделаю вывести стр 1 давайте запустим не давайте запустим это все ну и как вы видите у меня тоже появилась одна строка я сложил все буквы и пробелы вернее все слова и все пробелы в одну строчку появилось общее приложение это как бы еще один вариант и давайте я покажу еще один вариант я потом объясню почему я это делаю вар стр 2 равно ну смотрите сейчас я буду использовать такую конструкцию которая наверно вас сначала собьет с толку агрегейт здесь я возьму x возьму y пока не обращайте внимание и скажу x плюс y и соответственно консоли в райт стр 2 пока не обращайте внимание запускаем смотрим и в результате у меня тоже появилась строка которая звучит следующим образом а сегодня хороший день что начать программировать я черный повторяю на языке си шарп и это второй вернее уже третий способ даже 4 получается сложить все в одну строку ну и как вы понимаете вот эти вот конструкция они все работают по-разному но нужно понимать что так или иначе сделать одно и то же действие можно разными способами все зависит от того как вы будете использовать если мы сегодня будем говорить про линки вот у надо сказать что вот это вот это используется расширение классов string а вот это вот как раз и есть линки что можно делать еще с линки давайте я так закомментируем отодвинем вниз чтобы она не мешалась с линки можно делать очень много всего и давайте я вам покажу методы который дает нам линки смотрите вот практически упс практически вот эти вот все методы которые являются экстенциями это и есть методы от линки например мы берем каунт нажимаем f12 переходим в описание и вот здесь вот прям давайте вот так вот наверх круто ну вот он этот класс который систем точка link или соответственно еще раз покажу что вот эти вот все экстеншены вот эти вот это все link you и как видите здесь очень много и надо понимать что такое link you know первых link you это language integration query то есть это язык интегрированных запросов и точно нужно понимать что это связано с бд ну с базами данных но не только link you может быть использован на любых коллекциях которые поддерживают а и номер был то есть те которые можно перечислить и с ними можно делать разные вещи ну например смотрите давайте если возьмем фест и выведем на экран допустим фест и у нас упс сорян консоли в райт фест ну выведем соответственно я взял из коллекции первое значение как вы видите это слово сегодня давайте вы уже как будто продвинутые разработчики я сюда сразу напишу не буду создавать переменную напишу нажму control f5 естественно все будет работать таким образом то есть вот я взял первое слово я могу сказать link you skip допустим два слова и взять и take одно нажму control f5 и смотрите у меня не получилось ну понятно дело что нужно ой ту стринка так работает фест и у меня получилось слово хороший то есть я получил два скид а как-то скид ну да пропустил два значения то есть сегодня пробел и получил у здесь взял только одно то есть где нет где он пропустил сегодня пропустил пробел взял хороший а вот мне где второй пробел взял хороший и вывел его на консоль таким образом не получилось хороший то есть я могу вот такими вот несложными понятиями манипулировать строка манипулировать объектами в коллекции давайте возьмем last и нажмем в 5 увидим что у нас коллекции появилась надпись в консоли си шарп в общем то вы это видите ну и собственно говоря давайте тогда пока отключимся от этого и сделаем небольшую ну вот там где-то мне тут было давайте вот так вот вот давайте снова создадим var string builder равен new string builder вот создадим эту переменную ой неправильно писал давайте напишем правильно вот здесь мы сканка тенируем то есть конкатенация это грубо говоря сложение давайте не будем бросаться термин то есть мы соберем все строки которые в нашей коллекции в одну строку и эту строку выведем на string builder и смысле на консоль вот но мы будем не просто собирать вот эти самые строки а возьмем только те которые четны то есть те которые делятся на два без остатка и соответственно выведем их на экран и как вы видите у меня сложилось строка без пробелов сегодня хорошо в общем здесь все понятно что написано и соответственно давайте добавим сюда побольше восклицательных знаков и красоты вот то есть здесь мы использовали стандартные способы стандартные подходы которые появились самых первых версиях языка си шарпа что мы это можем сделать мы это можем сделать через for for и сказать что у нас здесь какой то есть айтем я вернусь обратно потому что я хочу вам показать кое-что интересное сейчас я уберу вот это все и скажу что мы сюда нет вот сюда будем выводить айтем и так смотрите у нас есть коллекция стрингов коллекция строк ну коллекция стрингов это наверное что-то из области маньяков не отходим от нормы то есть у нас есть коллекция строк мы по каждой строке по каждому значению пробегаем и складываем его в этот самый builder и потом выводим на экран собственно говоря все это работало как раз но давайте теперь попробуем это сделать при помощи link you и это сделать очень просто и я уже собственно говорит показал давайте покажу как можно манипулировать этим но смотрите давайте попробуем вывести не просто значение а те есть ли значение который которые у нас есть в этих строчках их длина ну допустим больше 8 вот только тогда их положить в этот самый string builder и вывести на экран проверяем и смотрите у нас программировать все шарп можно еще добавить сюда чтобы в string builder добавлялся не будем добавлять ладно бог не как-то работает давайте запустим в режиме отладки смотрите у нас есть коллекция из 17 собственно говоря объектов и мы каждый из них вот всего парк мы приходим в коллекцию первый раз у нас получается слова а это мы проверяем если она больше 8 длины нет тогда мы выходим из этого списка заходим цикл другой выбираем снова и значение смотрите сегодня у нас уже следующий получается сегодня поменялся на пробел больше 8 нет следующий таким образом получается итерации следующий хороший и смотрим на сегодня хороший за то есть ли больше восьми нет ни больше восьми нет ни больше 8 нет ни больше 8 ну и так мы доходим до самого слова программировать я надеюсь у на следующее вот у нас сайтом и вот, программировать смотрите, длина больше 8 да, мы его добавляем ну и в общем, если говорить давайте отключим запустим это все, если говорить для чего это нужно, это нужно во многих местах использовать такие штуки которые, ну, обычно вы манипулируете коллекцией и в общем-то все сводится к тому, что вы коллекции манипулируете, чтобы их фильтровать находить какие-то значения, подменять значения, и вот, если убрать отсюда стрингбилдер, давайте заведем стринг2 ну, давайте, чтобы понятно было, list of стринг2 будет равен new list of стринг собственно, мы заводим новую переменную, которая называется list of string2, и в ней будет содержаться коллекции, и давайте, коллекция отфильтрованных да, или давайте, нет, наверно так плохо название, сделаем сделаем ее filtered 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 list 1, вот таким вот образом и вот в этот вот filtered list 1 будем добавлять только те значения которые больше которые длина больше восьми, и здесь собственно говоря, все сводится к тому, что эти значения нужно как-то вывести давайте их склеим по образу и подобию как я показывал раньше string.join. давайте без каких-либо разделителей, и сделаем filtered list выведем все на экран ну и в общем все тот же самый пример получился, то есть мы теперь как-то не используем string builder в одном месте скле, мы теперь получаем другую коллекцию и я хочу обратить ваше внимание что давайте вот эту коллекцию сверну давайте покажу у нас есть одна изначальная коллекция которую мы подставляем вот сюда в список и есть вторая коллекция это значение которое мы заносим после фильтрации то есть мы проверяем список 1 делаем какие-то проверки и добавляем при условии соблюдения проверок в список 2 что у нас тут самое главное это на самом деле есть два списка и я полагаю что вот эти вот проверки они могут быть очень разными ну например здесь может быть какое-то дополнительное условие это допустим item допустим length равно длина равна 1 то есть мы пробелы еще соберем и таким образом снова запустим и у нас уже вот все пробелы собраны программировать и шар то есть к чему я веду вот это действие у нас из одной нет давайте не так давайте вот этот код у нас из одной коллекции ой из одной коллекции создает другую коллекцию то есть данные перекидываются за одну в другую что дают link you можно сделать это гораздо проще давайте создадим var filtered list2 мы возьмем и используем тот самый link you тот самый метод который позволяет list есть of string есть метод который который позволяет таким образом наложить фильтрацию и для того чтобы обратиться к какому-то конкретному айтему вот так вот напишем item поставим специальную стрелочку и теперь можем этот айтем использовать есть ли его длина то есть мы можем написать это таким образом как раньше было больше восьми давайте вторую уберем нам не нужны вот и таким образом смотрите вот этот вот метод он возвращает он берет во-первых string и возвращает ну в смысле и номера string и возвращает другой string соответственно мы теперь вот эту коллекцию можем давайте я скопирую вот так вот прошу прощения за копипаст но я хочу сэкономить ваше время и написать сюда 2 то есть мы видим в ту же самую строчку только получим по-другому смотрите две также одинаково то есть одно дело написать вот это количество строчек а другое дело написать только вот эту строчку ну наверное я с вами не до конца чести надо сказать что вот эту конструкцию можно еще записать также на link you но другим способом надо понимать что var фильтр давайте list 3 можно еще использовать такую конструкцию from item in как-то у нас list of string давайте так вот select и item да вот так вот мы сделаем и это будет тоже link you но в данном варианте фильтр фильтр давайте так напишем давайте напишем 3 и и вот эта конструкция тоже собственно говоря link you и консоли write фильтр 3 ну здесь мы пока фильтры никакие не используем давайте я покажу что это тоже работает control f5 запускаем проверяем вот мы опс здесь же нужно по правилам написать string точка join то есть я склеиваю строки без пробелов , фильтр 3 control f5 ну и как вы видите здесь я склеил все строки получившиеся здесь я теперь хочу сюда положить в тот самый item length не не стоять length то есть длина больше восьми и как вы видите здесь как бы link you то есть вот результат все три одинаковых но здесь link you вот выглядит вот таким вот способом а здесь link you выглядит вот так ну и понятное дело что link you очень гибкий очень мощный и в нем очень много всего и все сразу за одно видео показать я конечно же не смогу но единственное что могу показать самое интересное смотрите а вот здесь вот я делаю select и значит я из этих значений выбираю тот самый item и потом его возвращаем но я могу сделать немножечко по другому и вернуть ну например давайте другой какой-то объект вернем new ну вот такой вот объект сделаем мы же знаем хотя нет про объекта мы еще не знаем кстати следующая тема для наших видео будет как раз уже объекты и мы будем их создавать смотреть оперировать ими и наверное тогда я вам покажу что объекта сейчас пока показывать не буду давайте возьмем вот такую штуку а это или нет давайте изменим вот так вот на интерполяцию сделаем а этом и здесь просто добавим ну давайте подчеркивание давайте равно добавим с этой стороны и с этой стороны ну надо понимать что мы когда выбираем какой-то объект мы можем подвернуть то есть подставить любой другой и в этом варианте мы можем сделать это вот таким вот способом давайте я вам по красивому покажу нет вот так enter точка им есть можно написать select то же самое что и в предыдущем то есть мы здесь напишем item опять же стрелка и здесь я прямо вот так вот возьму и скопирую вот таким вот образом ставлю то есть это будет абсолютно то же самое давайте запустим я покажу что это работает ну и как вы видите программировать сначала равно в конце равности шарп в начале в конце равно в общем это работает одинаково надо сказать что вы можете выбрать либо тот вариант либо другой либо использовать их оба я на самом деле достаточно часто использую простой вариант а иногда бывает что просто так удобнее понять что мы делаем ну и некоторые нюансы обработки тоже так гораздо проще так друзья я с вами уже буду прощаться потому что что-то много получилось я вас прошу писать в комментариях как вам этот урок нужно ли подробности и может быть их нужно поменьше просто больше кода в общем отпишите пожалуйста для меня это очень важно я с вами на этом прощаюсь анонсирую то что будет следующих видео это уже работа с объектами потом мы будем писать приложение которое какое-нибудь не знаю какое предложить кстати в комментариях будем об этом думать ну и опять же с вами прощаюсь и пишите правильный код в комментариях пока 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 пока